Итак, еще один небольшой ролик, своего рода наш видео-ответ на вопрос нашего подписчика в группе. Речь пойдет о шпатлевке 290 и о том, как она держится на вертикальной поверхности. Дело в том, что не только у него, у многих возникают вопросы по поводу того, что шпатлевка очень-очень пластичная, и насколько будет удобно работать ей на вертикали. Капот у нас находится в вертикальном положении, и сейчас мы попробуем нанести ее толстым слоем, чтобы оценить ее устойчивость именно на такой поверхности. Так, слой толстый у нас будет максимально чисто, чтобы оценить свойство шпатлевки. Наносим толстым слоем и срезаем. Как вот здесь вот очень хорошо видно, даже сейчас попробую увеличить. Край великолепно держится. Так, уже из фокуса куда-то убежали. Край великолепно держится, и он никуда не падает. То есть, несмотря на то, что слой очень чрезмерно, да, у нас уже превышен, шпатлевка великолепно ведет себя на вертикальной поверхности. Можно, в принципе, даже остатки материала, которые мы сняли, еще наверх нагрузить, и все равно она будет держаться. Шпатлевка с легким удельным весом, и это позволяет ей, несмотря на то, что мы ее наносим в значительных толщинах, даже в тех, в которых мы вряд ли будем работать на реальных деталях, мы можем ее наносить вот таким вот толстым слоем, и она у нас будет очень послушно себя вести, будет держаться на вертикали и сохранять форму. Ну вот, с этой частью вопроса у нас все. Так, и вторая часть нашего ролика. Один из наших подписчиков интересовался, насколько хорошо протягивается шпатлевка Боди 290, когда мы работаем широким шпателем и стараемся протянуть ее на максимальную длину покрытия. Вот поэтому капот у нас уже установлен вертикально, и начинаем ее протягивать. Вот таким широким шпателем интересует, конечно, вот возможность так легко протягивать, и качество поверхности. Вот так вот она у нас растягивается, и сейчас уже вторым движением будем достигать того, чтобы наша поверхность была качественная, без спор. Ну, вот здесь вот я попытаюсь вам показать. Небольшие совсем вот там в самом начале потяжки есть, но это из-за того, что не удалось оказывать хорошего давления на шпатель. А вот здесь вот дальше попытаюсь в разных ракурсах ее отснять, да, чтобы это было видно. Я считаю, что поверхность очень-очень качественная. 290 вообще приятный в нанесении материал, и вот так вот работать им на большой площади, когда требуется ее так равномерно протянуть, очень-очень удобно. Ну, надеюсь, что на вопрос таким образом ответил. Если что-то показалось неясным или о чем-то я недорассказал, то, пожалуйста, пишите в комментариях, отвечу там. Ну, если нужно будет, то материал можно и доснять. Это не проблема. Это мы всегда можем успеть, если что-то вам показалось не совсем понятным на этом ролике. Все, большое спасибо за внимание.